Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это Криптспайт, мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок практически якобы за последние 24 часа консолидируется. Биткоин стоит 50 тысяч 517 долларов, Ethereum 1885 долларов и так далее. Однако мы знаем, что во время выходных, то есть в выходные дни произошел сильный рост, биткоин перешагнул психологический уровень в это время в 58 тысячи, Ethereum в 2000 и так далее. То есть был такие новые all-time high во время выходных. И конечно это супер, когда мы наблюдаем, что рынок продолжает повышаться. Сегодня понедельником анализируем график биткоина и конечно мы когда смотрим на эти графики, вот например линейный график, сейчас согласно трейдингу 56 311, всем пока еще вообще непонятно. Ну что дальше? Верщина не это? Сейчас лопнет ли биткоин? Он очень сильно вырос и так далее. Я уже свой взгляд неоднократно озвучивал. Сегодня прокомментируем график с точки зрения технического анализа, но до этого я хочу сказать, что то, что я наблюдаю, например, в качестве новостях, что развивается, общаясь с людьми, видя как практически с каждым днем все больше и больше потребителей в криптовалютном мире, я очень большой оптимист. И вот вчера смотрел интервью с создателем Binance, на данный момент у них Binance Coin 3 по величине криптовалюты, Чанг Пенжао или Сизи, вы знаете, он сказал, что для него это до типов, до айсберг, это пока еще самое-самое начало того, что мы видим, потому что 25, 50 тысяч это всего лишь 2,5 раза по сравнению с предыдущей вершиной, которая была в 2017 году, и это всего лишь начало какого-то мощного роста. Когда его спросили, ну какие цены вы увидите, он сказал, трудно оценить биткоин, это зависит от потребителей, сколько быстро они практически будут внедряться в экосистему криптовалют, миллион, 10 миллионов. Я хочу сказать, вот вчера я общался тут с знакомыми по поводу биткоина, на этом бычем практически жизненном цикле рынка, то есть life cycle, как называется, который может продолжиться несколько лет. Я предполагаю, что полмиллиона, миллион это такие реалистичные цены по биткоину, но конечно я не говорю, сейчас вот этот график, который мы сейчас будем анализировать, сейчас он дойдет до полмиллиона или там до миллиона и не остановится, нет. Сейчас мы об этом поговорим, в краткосрочной перспективе могут будут произойти флуктуации, мы говорим о очень долгосрочной перспективе, 5 лет, например, отсюда спокойно, полмиллиона это вполне реалистичная цель, даже миллион на мой взгляд. Но об этом мы будем много говорить, тут времени пока у нас все много, как говорится, мы в самом начале. Итак, начинаем. Графический анализ будет сегодня очень коротким, потому что вы знаете, когда мы видим весь вот этот позитив, обсуждать графики, которые простым глазом понятны, что рисуют восходящий тренд, я считаю, что искать некие индикаторы там и так далее, ну это дополнительно просто порассуждать. Графики идут вверх. Месячный таймдрейм, да, до конца месяца 6 дней с половиной, то есть больше, потому что это в моей части мира, первая часть дня, рано утром. Я хочу сказать, что да, если эта свеча сохранится в этом виде февральская, это будет еще дополнительный мощный сигнал, говорящий о том, что у этих свечей идут повышающиеся минимумы, максимумы, бычий сигнал на данный момент, если еще раз свеча в конце месяца будет примерно в таком виде, это бычий сигнал. Weekly. Тут самая интересная ситуация, на самом деле сегодня я единственное это покажу. Weekly таймфрейм. Да, то, что мы обсуждали, думаю, что в пятницу или в субботу в моем предыдущем обзоре, если здесь нарисуется вот эта третья бычья свеча, она уже нарисовалась, неделя закрылась, формация три белых солдата, вот эти три зеленые свечи, в моем случае три бычьи свечи с таким средним по размеру тела, то есть их тела не самые такие мощные, как ту, которую мы видели на месячном таймфрейме, которая прям сразу отличается от других, а они достаточно бычьи, мощные, но чуть мощнее вот этих свечей. Это бычья формация, то есть это бычья формация, говорящая о том, что скорее всего впереди будет идти рост. Три белых солдата, можете их посмотреть в интернете. Да, тут может произойти любая коррекция, в любое время, то, что мы говорили несколько дней назад, как здесь был рост, зигзаг, то есть рост коррекции, точнее это была консолидация, мы об этом говорили, рост, может произойдет какая-то коррекция, если не сейчас, может на следующей неделе, безусловно, коррекции, они будут, ну зигзагом мы будем идти вверх, нет такого графика даже и при растущем тренде, который с каждым в нем, с каждым в нем только идет вверх, без каких-либо консолидации, коррекции и так далее, то есть любой человек должен это хорошо понимать. Итак, три белых солдата. Дневной таймфрейм, вы знаете, тут как-либо не посмотреть, простым глазом график идет вверх, можно пытаться на более коротких таймфреймах рисовать каналы, например, ускоряющиеся, то есть канал здесь был здесь, например, ранее он был здесь, например, сейчас практически пытают ускориться, например, канал, то есть потом может немножечко замедлиться канал, то есть чтобы он пошел вот так, например, ну как-либо не посмотреть, тут идут одни каналы, которые практически идут вверх, можете их рисовать для себя на разных таймфреймах, я думаю, что пока еще понятно, что на всех таймфреймах наблюдается рост. Сейчас, что хочу сказать, на дневном таймфрейме одну важную вещь, которую неоднократно я показывал и хочу показать. Дневной таймфрейм, ключевая скользящая средняя moving average, на данный момент для меня это 30-я moving average, потому что тренд идет вверх, тут практически другие пока еще нам не нужны, потому что мы пока еще даже далеко от 30-ти дневной скользящей средней. Итак, вот она практически, вот она, она идет вверх, на данный момент я рассматриваю в качестве мощной консолидации при любой коррекции. Текущая цена 42 тысячи с половиной, вот, например, где мощный уровень поддержки. 42 тысячи с половиной это хороший уровень поддержки, если вдруг будет какая-то просадка. Итак, идем дальше. Сейчас, что хочу сказать, вот на этом росте, который сейчас наблюдается, если вот эти три белых солдата действительно подтолкнут график вверх. Я на прошлой неделе показывал, какие у меня цены, например, в ближайшие месяцы это или там недели на weekly таймфрейме. Давайте в качестве заключения по сегодняшнему обзору и снова покажу. Берем дневной таймфрейм. Я буду накладывать уровни Fibonacci, то, что я делал и два дня назад, потому что в трейдинге есть одно такое правило. Когда мы смотрим на некие новые территории, не завоеванные ранее, где никогда не было торговли, люди накладывают вот эти уровни Fibonacci, люди накладывают extension levels, то есть уровни расширения, но я привык по-другому применять уровни Fibonacci. Я просто беру сетку, то есть я неоднократно говорил, может быть, для кого-то это странно, но я так подхожу к рынку уже нескольких лет, так что накладываю эту сетку. Вот она эта волна. Сейчас, как и ранее, я попытаюсь поймать вот эту коррекцию, которая была в начале этого года, между вот этими двумя уровнями 38,2 и 23,6. То есть давайте посмотрим, действительно это так. Тут была консолидация маленькая внутри дневная на 50 уровне. Вполне вероятно, что биткоин может сделать некую коррекцию, снова протестировать 50 уровень по Fibonacci. Потом, я предполагал, что здесь будет вот эта волна, даже если будет зигзаг, либо 61 уровень по Fibonacci, где-то 62,5-63 тысячи долларов, либо вот этот уровень 76,4, то что примерно 75 тысяч. И потом практически, то есть, как я говорил, если вы берете волновой анализ или это, может быть, уже кто-то это рисовал где-то. Я просто хочу сказать, что многие трейдеры рисуют вот эти три волны проростя. Первая волна, вот она, плюс коррекция, то есть волна 1, коррекция. Волна 2, которая самая большая внутри вот этой волновой теории, или это коррекция практически. И потом финальная третья волна во время этого цикла. Практически, я считаю, что может быть, подтянет график к уровню там 96 или примерно где-то ну 90, 100 тысяч, может 105, 100 тысяч плюс, минус 5, 6, там 10 тысяч долларов за цифровую монету. Вот они, эти три волны. И потом уже будет коррективное движение, например, волна А, как обычно рисуют трейдеры, Б и С, например. А, Б и С, например, наступит какая-то консолидация. И потом через определенное время будет следующий рост. И тогда окажется, что на более тяжелых таймфрейма, вот как тут было первая, вторая, третья. Это будет первой волной, например. Потом тут будет еще одна коррекция. Тут уже вторая волна. И мы так пойдем к уровню в полмиллиона или там миллион долларов в очень долгосрочной перспективе. Но вот это моя сейчас, мой взгляд на ситуацию. Конечно, будем следить за ситуацией. Итак, друзья, у меня на этом все по графику биткоина. Хочу сказать, что я вчера смотрел интервью Чарл Хоскинса. Что он говорит? Ну, рынок и биткоин выше одного триллиона долларов, это говорит, что это начало уже массового внедрения криптовалютной блокчейн-революции в глобальной системе. И она уже не уйдет. И, конечно, он говорит, что сейчас уже если у биткоина цена упадет на 30%, 40%, 50%, 60%, это уже не будет причина для паники, потому что люди понимают, что это процесс внедрения технологий. И любая более серьезная просадка, это будет хорошей возможностью для вхождения в рынок для новых участников. Именно это он сказал в этом интервью. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Желаю вам удачной недели. Удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCryptSpa.